Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию урок на тему разработка дизайна сайта. На уроке вы узнаете об особенностях создания дизайн-макета сайта. Давайте разберемся с вами с понятиями дизайн и сайт. Дизайн. От английского Dasing. Проектировать, фертик, задумать, а также проект, план, рисунок. Это деятельность по проектированию эстетических свойств объектов. Дизайн используется в различных областях. Дизайн в одежде. Дизайн жилых помещений. Дизайн общественных зданий. Графический дизайн. 3D дизайн. Анимационный дизайн. И во многих других областях. Следующее понятие – сайт. От английского веб-сайт, веб-паутина, сеть. Сайт-место. Буквально означает место, сегмент, часть в сети. Это одна или несколько логически связанных между собой веб-страниц, а также место расположения контента сервера. Обычно сайт в интернете представляет собой массив связанных данных, имеющий уникальный адрес и воспринимаемый пользователями как единое целое. Следующее понятие – веб-страница. Это отдельный комбинированный документ сети, который может содержать текст, графику, анимацию, звуковые и другие объекты. Хранится в файле с расширением .html. Авторы учебника для 10 класса предлагают нам следующую классификацию сайтов. По целям и задачам, по объему, по интерактивности и по способам оказания услуг. По целям и задачам сайты могут быть коммерческие, некоммерческие, информационные, рекламные, учебные, поисковая система и другие. По объему – домашняя страница, визитка, интернет-правительство, веб-портал. По интерактивности – гостевая книга, форумы, модули голосования, форма заказа, регистрация. По способам оказания услуг – динамические и статические сайты. Так что же такое дизайн сайта? Дизайн сайта – это совокупность графических элементов, шрифтов и цветов, реализованных на сайте. Дизайн сайта – это внешнее его оформление, которое призвано завлечь и заинтересовать посетителя. Основная задача дизайна сайта – предоставить информацию пользователям в удобном и привлекательном виде. Дизайн задает стиль сайта. Хороший дизайн не сильно бросается в глаза, но привлекает внимание пользователей. Пользователи интернет-ресурсов в первую очередь заходят на сайт с целью поиска необходимой для них информации. В этом случае лишней информацией, отвлекающей внимание, являются слишком яркие цвета, чрезмерное количество анимаций, окна, рекламы. С чего же начинается создание сайтов? Вначале нужно сформулировать цель сайта, потом его задачи, а уже затем приступать к разработке. Составляющая дизайна сайта – это дизайн, стиль и программное обеспечение. Этапы создания веб-дизайна 1. Составление технического задания на дизайн 2. Структурирование сайта 3. Визуальное оформление 4. Верстка и программирование Рассмотрим каждый этап более подробно. Техническое задание на разработку сайта Это документ, который содержит общую информацию про компанию, ее цели, а также требования к структуре, оформлению и наполнению будущего сайта. Обычно техническое задание разрабатывает заказчик. Структура сайта – это логическое построение всех страниц ресурса, схема, по которой распределяется путь к папкам, категориям, логически выстроенных в определенной последовательности. 4. Визуальное оформление Важно при проектировании сайта создавать логичную, понятную пользователям структуру и дополнять ее хорошим дизайном. 5. Верстка веб-страниц Это создание структуры гипертекстового документа на основе HTML-разметки, как правило, при использовании таблиц стилей и клиентских сценариев, таким образом, чтобы элементы дизайна выглядели аналогично макету. 6. Существует два способа создания дизайна сайта. 7. Первый способ – с помощью специальных программ, которые называются конструктор сайтов. Это система из набора инструментов, которая позволяет создавать сайты онлайн и администрировать их без каких-либо специализированных знаний. 8. Применение готовых шаблонов облегчает разработку дизайна сайта. В этом случае нужно привести шаблоны в соответствии с темой и оформлением сайта. 9. Второй способ – ручной способ создания сайтов. 10. Использование этого метода ведет к большому количеству материальных и временных затрат. Зато в итоге мы можем получить уникальный дизайн сайта. 10. Информационная структура сайта – это многозначное понятие, применяемое для информационных и художественных элементов. 11. Рассмотрим пример образовательной платформы Darin Online. 12. Перед вами главная страница. 13. Собственно говоря, это страница о сайте. 14. Название сайта. 15. Форма входа, форма регистрации. 15. Меню, по которым может перемещаться пользователь. 16. Инструкция по работе с данным сайтом. 16. Новости сайта. 17. Постоянно обновляемая информация. 17. Фотогалерея. 18. Список предлагаемой продукции и услуг. 18. Отзывы пользователей, контакты, поиск, обратная связь. 18. После определения информационной структуры сайта создается непосредственно его художественная часть, то есть дизайн. 18. Предлагаю вам посмотреть видео о современных трендах созданий дизайна сайта. 19. Ребята, предлагаю вам выполнить следующее задание. 20. Подготовьте техническое задание или же сценарий для создания своего сайта. 21. Создайте сценарий в текстовом редакторе, основываясь на приведенном примере. 22. Основные цели. 23. Продвижение продукции или услуг компании в интернете. 24. Рассмотрите туристическую фирму или кафе быстрого питания или интернет-магазин. 25. Основные задачи. 26. Создание нового сайта компании. 26. В соответствии с выбранным сценарием определите целевую аудиторию и структуру сайта. 27. История, услуги, клиенты и партнеры, справочная информация, контакты и, может быть, что-то еще. 28. Оформите макет своего сайта в виде схемы в текстовом редакторе. 29. А сейчас немного юмора вам в ленту. 30. Предлагаю вам несколько стихотворений, которые содержат популярные сейчас термины. 30. Для торговцев всех находка, для продаж любых вершина, вам поможет разработка интернета-магазина. 31. Она в этом мастерица покупателя привлечь продающая страница под названием «Lending Page». 31. Для имиджа он инструмент, вы станете запоминаем, очень важный элемент, логотип его названия. 32. Создание постов рекламных, парсинг тоже без проблем. 33. ЦУ и лайков, килограммы, продвижение, СММ. 34. Благодарю вас всех за внимание. Спасибо за урок. 35. Создание постов рекламных, парсинг-пасинг, субтитры, 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 субтит